Привет, мы с вами находимся в Тушине, в промзоне Трикотажная. И здесь от Сходнинской улицы вдоль берега реки Сходни и до походного проезда проходит строительный проезд. С двухстороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении вина и оставляет чуть более полутора километров. До 360 года здесь находился подмосковный город Тушина и потом вошел в Став Москвы. Ну и этот проезд как раз был назван в 1960 году по заводу строительных материалов, ныне ДСК-1 в бывшем подмосковном городе Тушина, в котором, собственно говоря, и проходит этот проезд. Рядом с которым, собственно говоря, и проходит этот проезд. Ну сейчас уже этого завода, ну и завод, в принципе, здесь есть, да, как раз вот на этой проезде находится, так что название, в принципе, вполне себе такое актуальное, оно и ныне соответствует действительности. Этот завод производит разные, так сказать, железобетонные конструкции, строительные материалы, да, вот для строительства разных зданий. Жилых домов на этом проезде нету, потому что он проходит в промзоне. Ну, промзона, это, в принципе, такое название, конечно, опять же, тем более в данном случае оно довольно условное, вот здесь, кроме вот этого, собственно, одного действующего завода, в принципе, ничего больше из промышленности, в принципе, не работает, но зато есть много разных, так сказать, нежилых объектов, да, которые здесь находятся. Так что промзона, это, по сути, просто такие вот нежилые объекты, которые здесь находятся. А что же здесь конкретно находится? Это два офисных здания в начале этой улицы с одной и с другой стороны, одно трехэтажное, потом в 2000 году, а другое четырехэтажное, под нормой 2, построенное в 360 году, это бывший жилой дом, то есть вот когда-то жилой дом здесь был, сейчас, соответственно, офис находится. Также на проезде находятся склады офис фирмы по торговле сантехника СанТЭКС, под нормой 6, трехэтажное здание такого плоского типа для разгрузки и погрузки товара. Компания Универсал Аэро, под нормой 7, которая разрабатывает, производит и ремонтирует наземные аэродромные оборудования, также средства пакетирования багажа и грузов и бортового, буфетно-кухонного оборудования. Есть также научно-исследовательский институт энергетических сооружений и Международный институт гидромеханики и гидросооружений. Это здание под нормой 7А с многочисленными строениями на огороженной территории. Ну и вот как раз рядом находится Тушинский завод железептонных конструкций, филиал ДСК-1. Сейчас филиал, раньше был просто ДСК-1. ДСК-1 это домостроительный комбинат 1. Вот это владение по нормам 9 с многочисленными строениями. Даже есть соединительная железнодорожная ветка снического направления, которая как раз пересекает этот проезд. И дальше она идет туда, в сторону Тушинского завода железептонных конструкций. Ну, правда, не знаю, насколько ветка действует. Завод работает пока, а вот эта ветка, она, не знаю, по-моему, уже сейчас не действует, но раньше довольно активно использовала. Также здесь на проезде находится продуктовый магазин, база хранения противогололедных материалов по нормам 10, районная тепловая станция Тушина-4, по нормам 14, пруд отстойник Тушина-2. Это числе было на сооружение Мосводостока на реке Городенке, который тоже здесь протекает неподалеку. Очевидно, это и есть приток сходни. Ну, и также ГБУ, автомобильные дороги северо-западного округа, по нормам 14, а также на проезде много автосервисных предприятий, гаражей, ну и всяких складов разных компаний, ну, как обычно в промзонах. Ничего здесь интересного, конечно, нету, видимый здесь, и, в принципе, конечно, проезд никак нельзя рекомендовать для прогулок, вот, или какого-то такого отдыха хорошего, комфортного. Здесь, наоборот, довольно некомфортно, много грузовых машин ездит, ну и вообще довольно грязно и непривлекательно. Так, добраться лучше от первого в Ходнинское, дальше на автобусе 199-678, до сновки 13-й микрорайон Тушина, она находится в конце этого проезда, по основной части проезда общество транспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.